Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает воподом. Я очень редко делаю такие набеги в сторону жанра фэнтези. И потому что не по возрасту уже, и не любитель я, но там свои традиции, свои авторитеты, свои тайны жанра, да. Я, конечно, о них говорить могу с большой долей условности. Но есть исключительные случаи. Есть моменты, когда ты просто не можешь пройти мимо книги. И вот я уже рассказывал о том, как меня покорила темногория Лады Кутузовой, да. И сейчас я рассказываю о второй части цикла, что мне как раз, как читателю, не настроенному на сериальную, серийную литературу, очень нравится. В этой части совершенно не повторяются сюжетные ходы и герои другие. Но, но, но. Вот самое главное, то, что делает книгу успешной, читабельной, а самое главное запоминающейся, совершенно интересной не только подросткам, да, для которых она написана. Вот, это те умения, которые остаются и во второй книге очень важными. У Лады Кутузовой они есть. Значит, во-первых, это очень свободное ориентирование в мире современных фантастических, литературных и культурных, вообще более даже в кино уходим сейчас, а не из литературы, да, ассоциаций. Она прекрасно этими образами, мотивами владеет, про них все знает, очень искусно их использует. И когда тебе что-то напоминает другое произведение, это вызывает не раздражение, а радость узнавания. Это совершенно потрясающая вещь, потому что здесь ты балансируешь на тонкой грани, ты как писатель, я имею в виду, как повествователь. Здесь у тебя очень большой соблазн использовать чужие ходы целенькими, готовенькими, памятные о том, что, значит, талант, значит, заимствует, да, а гений ворует. Очень приятно представить себя гением и быстренько накрасть отовсюду. Ни в коем случае. Самое главное, когда ты читаешь про Мертвенногория, ты убеждаешься, что это все работает на одну единственную цель, о которой я скажу в конце. Итак, это история, начинающаяся с принцессы Менгирюэта, девочка, которая, благодаря местным обычаям золотого города, является такой номинальной сакральной правительницей, да. Когда будете читать про все это, а я постараюсь сейчас вам рассказывать о книге, избегая спойлеров, конечно, некоторые моменты вас, мягко говоря, заставят вздрогнуть, например, шрамирование, вот, кто не знает, что это такое, погуглите. Это, конечно, невозможно не вспомнить гробницы Атуана, Урсула Легуин, да, и судьбу вот этих жриц, да, это же совершенно потрясающе. Но, к счастью, Менгирюэта ждет совсем другая судьба. И Яблочная долина прекрасная, очень скупыми мазками обрисованная, там не все понятно, как оно сложилось, да, но так оно даже лучше, ты домысливаешь. Она же очень-очень напоминает Долину Ветров. Правда, никакой навсекай там нету, хотя долина совершенно волшебная. Она в прямом смысле яблочная, яблочная высады, это, значит, доход местных жителей, но хотите считать это благословением, хотите проклятием, это очень мирное место. Потому что малейший конфликт мгновенно сказывается благодаря вот этому заклятию, значит, на урожае, да, яблоки начинают портиться и в убытке все сразу. Никаким, значит, задиром, никаким эгоистом там просто не место в этой долине, да. И несчастный Приш, который, ну, это Пришевец-то говорящее имя, да, вот, потому что он Приш, и он не из этого, как бы, мира, да, который там усыновленный растет, этот подросток оказывается как раз заложником именно вот этих магических обстоятельств, да. Он и не хотел, так получилось. Но получилось, в сущности, к лучшему, потому что иначе бы он не встретил Глеба, он бы не встретил Менгире, они бы не подались, не скажу куда, но, но. И вот тут важно другое дело. Значит, когда ты читаешь об этом вокзале тысячи миров, ты понимаешь, что это, конечно, и Саймаковское кольцово круг солнца, и вообще тысячи других фильмов и книг, которые всплывают в памяти и являются ассоциативной подвушкой, да, вот для этого сюжетного конструкта, да, для этого фабульного какого-то конструкта. Но это очень здорово реализовано. Ты действительно начинаешь верить в то, что это же возможно, это же мультиверс, да, это мультивселенная. И уж мотив-то мультивселенной точно, распространенный мотив, он точно совершенно известен кинематографу и книгам, и литературе, да, вот. Конечно, когда ты оставшегося без крыльев некого, некое существо видишь, то первое, что вспоминаешь, и когда читаешь о нем, нет, сразу забудьте о догме, о финале фильма «Догма», потому что это совсем другой герой, вот, очень возвышенный, очень на самом деле чистый, которому сильно сочувствуешь, да, вот. Когда ты о нем читаешь, ты, конечно, не можешь не вспоминать, значит, «Восхождение Юпитер», фильм, который мне страшно не нравится, но очень покаляет своими спецэффектами. Вот уж постарались на свалу. Вот, а так-то фильм, конечно, ужасающий. Ну, там, помните, какой харизматичный, какой располагающий к себе герой, оставшийся без крыльев-то, да, но, правда, военщина, это совсем другое. Здесь нет вот этих вот силовых конфликтов, когда долго и смачно описываются поединки, такое вот финальное мочилово с главным боссом всех злодеев, или там что-то такое из компьютерных игрушек прибыло, нет. Здесь, наоборот, очень тонко вплетена лирика, очень тонко вплетены воспоминания, чувствуется некая такая очень грусть по иному миру, потому что каждый из этих героев либо потерял что-то в своем мире очень важное, либо изгнанник из своего мира, либо, не скажу, что нельзя, раскрою сюжет. И, конечно, вот когда ты это читаешь, ты понимаешь, что все это неспроста, весь этот радужный путь – это совершенно особая вещь, некий смысл жизни, отлитый в сказочные метафоры. Ведь это сказка, но только для взрослых, всерьез, по-настоящему. Очень вместо смотрится поэзия, на своих местах и так далее. Когда вы читаете финальное стихотворение, вы понимаете, что оно написано в черно-белых тонах, да, это именно такое подростковое восприятие реальности. Это еще одна очень сильная черта Лады Кутузовой, потому что она действительно такое мышление воспроизводит очень объемно. Мы не в силах представить себе, что мир снова стал черным и белым, краски резкими, выбор всегда очевиден, и если не очевиден, то это реальные душевные муки нам причиняют. Мы уже живем спокойно с неразрешимыми вечными вопросами и, видимо, будем жить дальше, да. Мы успокоились. Неспокойные герои Лады Кутузовой, они действительно чего-то хотят добиться и постепенно приходят к пониманию истины. Истинных ценностей, да. Недаром эти ценности очень близки семейным ценностям. Но тут я забегаю вперед в будущее. Будущие персонажи, будущие циклы, будущие книги. Темнокурие – это очень правильная литература. Это то, что стоит давать, почитать ребенку, чтобы он получил знания, представления о каких-то важных вещах, которые никак, никоим образом не должны быть в виде норовоучений. В виде норовоучений они отторгаются организмом мгновенно просто. Это рвотный рефлекс у любого подростка. Нет, он должен прочитать, он должен слиться с судьбой героя. Он должен понять, как важно значить чувство. Как страшно бывает оказаться внезапно совершенно в зеркальном лабиринте. И ты уже ничего не можешь сделать. Ты свой выбор сделал давным-давно, когда принял решение о чем не скажу вам. Вот. И чтобы победить эти силы, да, только внутри себя есть какие-то важные вещи, которые ты должен сказать. Вспомните, что скажет Глеб. И вообще, я чувствую профессиональное родство с Глебом, да, почему и с Пришем. Почему? Потому что я понимаю, что эти ребята, они принадлежат к той же самой древней, к тому же древнему призванию, да, которое нас всех объединяет. Это слово. Они несут некое слово. Что вам сказать? Читайте, хорошая фэнтези встречается. Это тот редкий зверь, которого надо поискать, но оно есть. И даже многочисленное. Просто я не знаток жанра. Я, к сожалению, ничего вам больше не могу посоветовать. Но эту книгу прочел с восторгом. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.